Всем привет дорогие друзья, сегодня я вам расскажу о баке Solomon версии 2, это обновленная версия от компании KS, первая версия моно двухспиральная, здесь чисто одна спиралька и также верхний обдов, весьма интересный бак мне изначально казался, ну и давайте подробнее в этом обзоре его обсудим. Приходит он в такой же коробке, оранжевого цвета, плотненький картон, как и первая версия, все здесь точно так же есть проверка на подлинность, есть ссылки на социальные сети производителей и на официальный сайт из особенностей. Выполнены из 304 нержавейки, в комплекте есть бабл стекло, которое увеличивает объем этого бака до 5 мл и с обычным стеклом будет 3,5 мл. Верхний обдов, конечно же, 810 дриптипы, но при желании можем использовать с переходничком и 510. Дальше мы коробку открываем и видим здесь стекло на 3,5 мл обыкновенное, бабл стекло уже надето на самом баке, также есть вот такой вот 810 запасной дриптип, но и также есть 510, который будет удерживаться на двух орингах. Ну и под картонкой снизу есть еще все остальные допы, среди которых мы найдем запасные оринги, шестигранный ключ и также запасные винты, ну и конечно же один фьюзер клептон и один переходник на 510. Давайте данный бак взвесим без всего, без койла, без ваты, 52,5 грамма. Высота видимой части без дриптипа 35 мм. На посадке вам в самой нижней части, где вот эта металлическая посадочная часть 24 мм будет, и с бабл стеклом можно тоже замерить примерно 26,5 мм. А сверху находится вот такой 810 дриптип из Дельрина, который такой немного полый и он довольно-таки надежно, так и хорошо и плотненько усаживается. То есть сам по себе он не вылетает, не болтается, в комплекте есть еще один вот такой, немного меньшего знакомого диаметра, и он будет смотреться уже вот таким вот образом. Можно вот такой переходник установить на 510, я взял дриптип от бака Белус, второй версии, вот так он смотрелся, то есть любые 510 вы можете здесь смело использовать. И также можете использовать тот, который комплектно, он удерживается на двух орингах, его диаметр даже не выдает то, что это 510, то есть довольно-таки большой дриптип, но отверстие у него довольно-таки маленькое. Сверху у нас вот такой топкэп, на котором есть накатка, то есть вот эта часть топкэпа и нижнее кольцо, посадочная нижняя часть базы, они полностью совпадают, где необходимо есть нужные оринги, два отверстия, которые могли бы быть немного больше. Ну вот здесь начинаются проблемы, вот это кольцо, которое регулирует силу затяжки, я трогать вообще не рекомендую, под ним очень такие слабенькие, хиленькие оринги, постоянно то закусывают, то вот это вот кольцо их просто срезает. Также мы видим вот эти два отверстия, через которые проходит воздух. Выкручиваем бак дальше, пока отложим базу, вамбл стекло в этом баке держится тоже на таком же слабеньком тонком оринге, который, как вы можете видеть, у меня сейчас вообще вылетел. И вот эти вот моменты, связанные с орингами, мне, честно говоря, не понравились в этом баке. Данный купол не раскручивается, обработка внутри испарительной камеры цилиндрическая, ну и вот такое вот отверстие, через которое будет воздух отдувать. Отдувать спиральку, кстати, он будет не напрямую сверху, он будет как бы менять свою траекторию. Диаметр шахты где-то около 6,5 мм, замеры могут быть не совсем точно. Нижняя часть, как я уже сказал, также имеет вот такую вот накатку. Снизу мы здесь видим название бака, название производителя, позолоченный плюсовой пин, который здесь более чем нормально выпирает. Обратите внимание на эту боковую планку, воздух будет как бы идти сверху, и затем менять свою траекторию, обдувая спираль сбоку. Два вот таких вот здесь отверстия, они весьма такие широкие, и я тоже попытался их замерить. Вы можете это все видеть на своих экранах. Как я укладываю вату, я покажу немного позже. Также у нас есть две вот такие вот стойки, одна плюсовая и одна минусовая, одна стойка немного ниже расположенная. Никакого нижнего обдува здесь и верхнего нет, то есть воздух просто проходит через вот эту планку и меняет свою траекторию, обдувая намотку сбоку. Намотку вы можете ставить по-разному, ближе к обдуву, дальше, выше, ниже. Здесь можно экспериментировать. Качество винтов мне показалось более чем нормальным. Прикладывал я усилия, зажимал вот этот фьюзет, который есть в комплекте, и все было нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, наверное, давайте перейдем к плюсам и минусам. Из минусов я отмечу просто отвратительные ринги на вот этой верхней регулировке, на ринге, на котором сидит, например, стекло. И также самый большой, наверное, косяк этого бака, это резьба, с которой соединяется база с куполом. То есть здесь резьба просто ужасна. Вы можете видеть кадры, как я пытаюсь это дело совместить, накрутить. У меня ничего не получается. Нужно прикладывать усилием, попадать в эту резьбу. Ну, в общем, все впечатления вот этим моментом были просто напрочь испорчены. Ну и давайте пробежимся по плюсам. Из плюсов я отмечу неплохую комплектацию, конечно же. Здесь практически все для старта есть. Также я отмечу то, что положили мбамом стекло на 5 мл жидкости. Очень бак легкий, очень удобный в намотке. Спиралька устанавливается буквально там за 10 секунд. Зажали лишнее, откусили. А вот ватку я советую здесь распушить побольше. Мне в этом баке понравилась кусопередача. Конечно, не могу я ее назвать какой-то топовой. Но если бы просто воздух шел бы как бы сверху, обдувая намотку сверху, я думаю, было бы намного хуже. Ну, а здесь попытались что-то сделать поинтереснее. Также у этого бака очень легкая затяжка кальянная, которую вы можете перекрывать и сделать на такую кальянную тугую затяжку. Но рассчитан бак, конечно же, на свободную затяжку. Диаметр койла, который в комплекте 3 мм составил. С его установкой никаких вопросов вообще не возникло. И подводя итоги, в целом я не стал делать какой-то более подробный, более детальный обзор по одной простой причине. Меня не устроила сборка этого бака. Отвратительные резьбы, плохие оринги. Как бы пользоваться можно, но приятного в этом мало. Конечно же, данный бак совершенно никак не протекает. Вы здесь не найдете, не заметите никаких капель от какого-либо конденсата вот на этих отверстиях верхних. С этим все замечательно. А если же в свободную продажу поступают вот такие экземпляры, которые попались мне, например, честно скажу, не рекомендую, не советую даже связываться. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.